привет всем сюрприза конечно как бы хотелось и сюрприз чтобы был но так как видео должно выходить под каким-то названием ну конечно же вы уже прочитали что у меня сегодня а сегодня у меня не скажу что это распаковка но демонстрация тканей купленных за последнее время сегодня получила посмотрите какую маленькую посылку в отличие от того когда я получала 12 15 килограмм сегодня вообще у меня чудесный день я сегодня получила столько посылок с алиэкспресс 4 правда в одной бандероли пришли вот мои украшения из жемчуга вот мои босоножечки это кеды или кроссовки ну наверно больше кеды с натуральной кожи беленькие снова поношла дни я уже отдала насти вчера тоже я на манекене видно украшение одно я ударилась сейчас в украшение прямо меня ну прет к украшениям и даже решила заняться изготовлением изучая мастер-классы в общем я сегодня на instagram выставила все свои украшения которые накопились у меня за многие годы от которых от некоторых я не то что отказалась подарила отдала девочкам своим некоторые еще там где-то лежат в рассыпную в общем где-то еще есть ну ладно сегодня мы будем рассматривать ткани так значит первая ткань которую я последний раз делала видео 4 августа представляете почти два месяца но полтора полных первая ткань из заказанных ранее и и сейчас здесь нету потому что я сразу с нее сшила это белое шитье и я платье рубашку сшила кто смотрел видели я показывала скажу что я один раз одела вот и больше не одевала больше я белого шить не буду если белое шить то это так крапление небольшое а вот такое изделие большое ну даже рубашку сверху что-нибудь набросить ну как-то ну в общем белый цвет вот и сине белый как у меня там шитье но у меня я разочаровалась в общем есть она ну не хочется знаете что на нее виде пачварка набросать каких-то ситцевых цветов или еще что-нибудь потому что чисто белая но она ну 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 не знаю мне не нравится так и в том же заказе я заказала вот такое кружево и белую вот шитье белое и это кружево я заказывала чтобы шить поверх моего сарафана что гофре я показывала тоже на этом а из этого кружева так где тут лицо где изнанка сейчас мы рассмотрим одинаково почти наверное от это вот это кружево и что я хотела с него шить я хотела с него шить курточку такую как вот я показывала джинсовую коротенькую такую чтобы носить поверх сарафана прикрывать плечи вот именно хотелось мне курточку не болеро это банально а вот именно курточку еще и на кнопках сейчас я получила кнопки есть розовый цвет но это я уже сошью если не передумаю к следующему лету обязательно ну вот такое у меня желание шить такую такой куртяк коротенький почему пыльники шили тренчи шили сарганзы почему курточку не пошить с кружевом так следующее было у меня так это было у меня сейчас что а это в этом же заказе они одним заказом шли вот такой трикотаж я сейчас трикотаж футболки здесь как бы на футболку перевела сугубо в домашний на улицу я в футболках уже не хожу и туники в этом году только одну я тунику футболку шила была вот я перешла полностью на платье пока что вот такие перья мне понравилось сошью или ночнушку я такую с трикотажа классную ночнушку сшила в цветы и откуда я взяла фасон а я взяла фасон из бурды платья и получилась отличная это ночнушка красивая так и теперь у меня следующие две два отреза были у меня мальчики заказали джоггеры вот я их шила один заказал чтобы было темно-синее другой все равно какие вот такие серые такая серая джинса а почему я ее брала потому что с аластаном хотела чтобы было вот два отреза они сразу же воплотились как и мое белое шитье изделие так следующее что у меня было следующее было у меня атлас на байке набор я те куски еще там три кусочка четыре там в наборе четыре небольших кусочка я уже не помню какой у меня было у меня была я в прошлом году показывала в коричневом тоне я себе платья домашние сшила а в белом я все хотела Насте что-то сшить уже не помню какой был а какой я докупила и в общем смотрю в наборе у них такой же материал такой же такой же атлас на байке конечно же я купила и теперь уже там небольшой был кусочек и я все мыслила как же его сшить ну как же его сшить что его что из того теперь у меня достаточно будет ткани и можно будет шить так куда мне его ложить а то там я ложу так и купила там я помню что скидка была вот такой трикотаж классный трикотаж здесь какой-то брендовый вот очень хорошего качества с ласточками или какие-то птички не знаю снова скажут что не желуди а орехи там где я называла я говорю ну суть же видео не в том что на ткани желуди или орехи а суть в шитье в фасоне так и здесь какие-то птички чтобы не было претензий ко мне ну похоже на ласточки мне такие точно вот здесь хвост такой раздвоенный здесь наверное больше четырех метров сколько а нет всего два пятьдесят семь тоже на что-нибудь да и платье можно шить хбшка трикотаж так и следующая ткань так вот когда я получила я как-то здесь написано тянется по ширине это понятно с эластаном это сатин костюмная хлопок с эластаном и полиэстер понятно что тянется но средней плотности но он настолько такой плотный такой как плащок красивый цвет бежевый ну честно можно шить плащ тренч можно шить вот такого красивого цвета очень красивый цвет и такая фактура сатиновая надеюсь там камера передаст я всегда спешу убираю от камеры ткань а рассмотреть чтобы камера сфокусировалась надо немножечко подержать так все так теперь дальше что у меня было ага потом я это заказала в одном заказе с этим дублерин отрез дублерина было два метра и я заказала его я цены не называю какие уже цены этих тканей давно нету так следующий отрез шитье но уже не белое белое если буду покупать на отделку у меня есть еще белое вот с этого уже платье будет абсолютно но по-другому еще и фестоны имеются с одной стороны или с двух с двух так лицо хэбэшная ткань вот там фестончики вся в вышивке так видно там фестоны или не видно красивый цвет синий так и следующая ткань вот такая она сейчас у меня в работе сейчас я шью такое летнее пальто лето закончилось а я решила пальто шить ну еще такая погода можно накинуть на то же шерстяное платье да или на жакет на кардиган здесь я карманы вчера сделала еще нитки не убрала ну в общем фактура видите это жаккард там и люрекс присутствует так вкрапления немножечко вот такая фактурная ткань жаккардовая вот такого цвета как горький шоколад ну а вот это это фактурные такого серого цвета серые с коричневым очень красивая ткань вискоза это ну в общем я его сразу же в работу и на этой же ткани решила еще ранее было задумано в инстаграме я показывала рукав с пластроном вот как раз у меня воплотится моя мечта вы знаете очень часто что-то задумываешь вот а потом как-то какие-то сомнения в общем передумаешь и не не шьешь для каждого отреза свое время я говорила на прогулке что иногда хочется это а потом раз это хочется там у меня висит тоже хотела плащ тренч но как-то двубортная застежка меня не вдохновляет лучше наверное я плащ на распашку когда носишь двубортные эти изделия оно здесь очень много впереди ну не знаю какие-то вот сомнения если это я знаю что это будет мне комфортно то тот же тренч двубортный ну как-то под сомнением хотя ткань красивая тоже фактурная и в общем еще один отрез с былых заказов кружевом красиво темно-синего цвета красивое кружево такое сейчас я его открою во всей красе с одной стороны фестон так где тут лицевая ага вот это лицевая я обычно на лицо и складываю тут с хвостами конечно же поотрезали фестоны и там есть кусок где без фестона вот такая красивая ткань хотя а да вот как раз вот тоненький такой фестон вот видите отрезанный ну здесь достаточно и фестона и не фестона да и с этой стороны тоже только немного другой да или такой же а такой же тоже мне и с этой с двух сторон здесь фестона поэтому вот так в общем рассмотрели те теперь смотрим что же я заказала вот я недавно отвечала кому-то на комментарии и мне а по этому платью я говорила что с принтами ну я люблю принты вот однотонные ткани я тысячу раз повторяла я в однотонных тканях особенно таких пастельных тонов они мне абсолютно не идут я как бледная моль есть такое выражение вот ну ну вообще ну мне идут яркие и многие это пишут мне ну написали что ну вам идут принты поэтому вы шьете а есть людям не идут не идут потому что не любят у меня есть знакомые которые у них принтованных практически ничего нету они не любят поэтому ими не идут а если ты любишь то тебе идут мне подруга говорит мне не идут длинные платья я говорю а как они ты можешь понять если у тебя ни одного длинного платья нету мне не идут широкие юбки ну ты шей носи и посмотришь пойдут или не пойдут так и последнее это сегодняшний заказ извините что так долго но редко да метко так вот такой шелк это вискозный кажется шелк но бельевая хлопок плюс вискоза атлас атлас вообще не с шелк ну оно как шелк поверхность шелк и чего я его взяла ой вот такое я хочу себе такую ночнушку мягкая ткань я еще читаю если мягкая если жесткая как то не хочется ночнушку шить хоть и написано бельевая но ночные тоже у нас это белье у нас ну в общем вот такую хочу шить себе ночнушку потом уже фасону что и там у меня мне очень нравится и подойдет под это под эту ткань ну в общем вот взяла буду такая как королевишна спать а почему бы и нет у меня там много есть тканей которые я переведу в ночные в пижамы и себе и девочкам уже отложены кучкой буду шить только все у меня занимают вот такие уличные наряды так сказать надо будет уделить время и перешить все те отрезы которые я отложила шить ночные пижамы вот уже скоро холодно будет и в пижамах очень хорошо трикотаж которые я покупала очень красивые с эластаном вот одну из одного из отрезов я сшила уже ночную сорочку так и второй отрез не знаю на ночную пойдет или на тоже необычно не может кто-то и не захотел бы а я отметила при просмотре вот было у них 1696 отрезов все их пересмотрела до единого поотмечала там некоторые которые мне понравились но купила только два может если бы у меня тканей не было то я бы купила и побольше но так как вы знаете сколько у меня тканей поэтому я уже покупаю или так как вот на джоггеры мне надо или еще что-то может подкладки много а нету такой-то обязательно куплю вот смотрите целый зоопарк у меня будет на чем-то здесь чего только нету и совы и белый медведь и волк так надо рассмотреть сейчас я до себя поверну вот и коала ну в общем кого здесь только нет и птицы всякие волк какой классный такой улыбающийся смотрите какая доброта хотя здесь и хищные звери есть присутствуют но они все такие добрые такая доброта на ткани на ткани а почему бы платье такое или тунику здесь на платье получится вот по такой выкройка как это спущенная ну короткий потому что здесь ширина метр пятьдесят шесть но сзади придется сделать шок вот и тогда низ вверх а нет низ вверх не получится ага потому что в одну сторону смотрят ну в общем что то придумаем коротенький рукавчик там ну по ширине пройдет так что вот такая доброта это вискозный трикотаж плательный это вот а может что то другое сошьется не знаю в общем так ну все все рассмотрели все теперь не знаю когда следующее видео будет когда я созрею по одному же отрезу не буду показывать поэтому вот так собралась у меня некоторых видите не могу и показать вот отрезами ну все радуйтесь жизни как радуюсь я наполняйте им и эту жизнь интересностями всякими занятиями интересными вот одно занятие переходит в другое это вообще приветствуется а там и в третье и четвертое поэтому увлечений должно быть много особенно у тех кто как я никуда не ездят какие развлечения только занятия вот шитьем рукоделием одеждой одеваться ничего здесь плохого нету вот но в общем желаю желаю вам быть веселыми счастливыми здоровыми конечно же ну и всего самого наилучшего пока пока до новых видео до новых встреч на просторах ютюба да пока у нас до новых встреч до новых встреч